Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу о способе, как решить проблему, если у вас постоянный пояс сети на вашем iPhone. Итак, зачастую ситуация бывает в многом. Покрытие сети, то есть там разные различные проблемы, там просто обычной какой-то перезагрузки. Вы можете просто это сделать по подсказке видео на тот видеоролик. О котором я это рассказывал, 11 способов решить проблему. Если мои способы вам не помогли решить вашу ситуацию, тогда это, конечно же, скажем, 12 способ к тому видео добавляю, решение проблемы. То есть, скорее всего, это устройство было, возможно, утоплено, и плата окислилась, и из-за этого у вас идет постоянный пояс сети. Как это бывает? Это касается особенно тех устройств, в которых нет пылевлагозащиты. А если даже и должна быть, но она отсутствует по причине там обычной любой замены аккумулятора, еще что-то, кто-то не сделал проклейку. Вот и все. То есть, что нужно? Вам нужно разобрать телефон, отключить плату и обратно ее подключить. Опять разобрать вам нужно iPhone, естественно, отключить, подключить. Если эта проблема не решается, естественно, ее нужно заменить. А еще лучше менять устройство. Это просто и мусорака, как правило. Но, то есть, бывает, конечно, такое, что нужно, если у вас есть все средства для того, чтобы раскрутить эти винтики, то есть, нужные отверточки, присоски, чтобы все это аккуратненько разобрать, собрать, у вас есть опыт сделать. Если же нет, лучше отдать и специалисту. Зачастую такие проблемы бывают из-за чего? То есть, вы давали на замену батареи, там, еще каких-то, возможно, механических запчастей какому-то мастеру он заменил, но заменил не качество, а отодрал защитную прорезиненную поклеечку, которая была пылевлагозащитой. Он просто назад ее не поставил, новую, либо же эту, если возможно, ее восстановить. Из-за этого у вас пропала пылевлагозащита. Возможно, вы где-то намочили телефон или был какой-то конденсат, естественно. Все детали, механизмы покрылись влагой и из-за этого постепенно окислялись. То есть, был такой процесс. И вот причина и следствие того, что вы сейчас имеете, если вы смотрите это видео. Но решение простое, как я сказал, вам нужно заменить плату или попробовать, по крайней мере, отключить ее, почистить, если это возможно, она будет работать, то тогда это нормально. Вот, в принципе, и все. Такая вот может быть беда, к сожалению. Поэтому, чтобы быть в курсе моих новых видео новостей об Apple технике и другого, конечно же, вам нужно что? Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok